Сегодня второй день нашего путешествия. Мы въезжаем в Богдинско-Баскунчакский заповедник, на территории которого располагается озеро Баскунчак и уникальная для степной местности гора Большой Богдон. Слева Казахстан, справа космический полигон Капустин-Яр, а впереди около 200 километров по бездорожью. Дорога к озеру проходит непосредственной близости от засекреченных объектов. На пути нам встречаются разрушенные военные базы, разбитые от выстрелов стекла, странные надписи на стенах. Ребята ощутили себя героями легендарного фильма «Сталкер» Андрея Тарковского. Долго здесь задерживаться опасно. Все-таки полигон и испытания даже в выходной день никто не отменял. О том, что здесь можно поймать ракету, свидетельствуют постоянно встречающиеся вдоль дороги таблички с предупреждением. На озеро мы прибыли после обеда. В поселке Нижний Баскунчак нас уже ждали сотрудники природного парка. Только с их сопровождением нас согласились пустить на озеро. Для обычных туристов путь сюда закрыт. Озеро Баскунчак находится на территории Багдинско-Баскунчакского заповедника. И это единственное соленое озеро, на территории которого ведется соледобыча. Соль здесь перерабатывается и отправляется в путь по всем городам России. А венчает этот промышленный пейзаж еще одна местная достопримечательность. Рядом с озером Баскунчак, прямо сзади меня, находится гора Большой Багдо. И она считается священным местом для местного населения. Баскунчак сильно отличается от всех увиденных озер. Здесь можно купаться, а местная соль тверже камни. Поэтому по территории озера можно безопасно передвигаться на автомобиле. Покидая Баскунчак, мы жалели, что не увидели всех красот озера. Легендарные пещеры, родники, туристические маршруты природного парка, а главное – вершину горы Большой Багдо. Местные уверены, что именно с нее открывается незабываемый вид на всю прикаспийскую низменность. Мы советуем всем повторить наши путешествия. Озера оставляют душе неизгладимой отпечаток. Мы прошли их все и остались в восторге. Уже планируем новые приключения. Делитесь в комментариях, куда бы вы хотели, чтобы мы отправились в следующий раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова